Если бы была возможность вновь выбрать профессию, он опять стал бы пожарным, говорит Андрей Анищенко. В МЧС служит уже 14 лет. В 2010-м участвовал в тушении лесных пожаров. Сегодня обучает личный состав, но при необходимости все так же готов шагнуть в огонь. У нас задача перебороть этот страх и сделать свое дело, выполнить задачу. Первые подразделения пожарной охраны появились в Самаре 175 лет назад. Сегодня в региональном МЧС трудится свыше 9 тысяч человек. В День спасателя лучшим вручают награды. Это люди, которые каждый день готовы прийти на помощь и которые делают свою работу для того, чтобы помочь людям спасти жизни в трудной ситуации, оказать помощь при стихийных бедствиях. Профессиональный праздник отмечают у сотрудники Центра по делам гражданской обороны. Поздравляют у тех, для кого спасатель не профессия, а жизненный принцип. В сентябре Игорь Чурабаев, возвращаясь домой, увидел, как горят соседи. Проехать мимо не смог. Спас двоих детей, их мать и бабушку. Совесть не позволила. Надо помочь, потому что дом горит. Зачем проезжать мимо? Страшно было? Нет, даже не думал об этом. Честно. За этот год только на пожарах мы реально спасли. Наша служба – это 328 человек. При дорожном транспорте, при ликвидации дорожного транспорта спасли 578 человек. Вот такие результаты. Ради этого стоит и работать, рисковать жизнью. Тех, кто заблудился в лесу, попал в беду на воде, выручают сотрудники региональной поисково-спасательной службы. Благодаря их усилиям в этом году удалось спасти около тысячи человек. Спасатель – это, прежде всего, человек, который должен иметь чувство долга, достоинства, обязательно чувство меры и, конечно же, чувство сострадания. Самарские спасатели не раз становились победителями международных и всероссийских соревнований. Сегодня они входят в десятку лучших в стране. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.